В том, в каком состоянии находятся посевы озимой пшеницы, важно понимать, какие погодные условия складывались, и, естественно, все это будет влиять на те управленческие решения по проведению ранних сеней подкормок и дальнейших подкормок на озимом поле. Сейчас идут учебы, которые проводит Министерство сельского хозяйства, и там более подробно освещаются эти вопросы, но вот на этом круглом столе я приведу такую обзорную информацию. Так, не хочет переключаться. Почему? Не знаю. А, извините, он не включен. Все, 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 все. Это запасы продуктивной влаги, которые были определены в декабре 2021 года, и я привожу информацию декабря 2020 года, потому что декабрь 2020 года у нас был очень сухой. И вы помните, что в прошлом году у нас была очень серьезная ситуация по запасам влаги, и мы даже меняли свою стратегию ранневесенних подкормок, именно подстраиваясь под тот запас влаги, который был на тот период. Посмотрите внимательно, какая разница между этими двумя картами. Похожая ситуация у нас только в Тарасовском, Милютинском, Тарцинском, Белокодельцинском, Зимовниковском и Ремонтинском районах. То есть над декабрь месяц ситуация по влаге в этих районах сходна с ситуацией, которая была в декабре 2020 года. Мы понимаем, что в январе потом пошли осадки, и в феврале мы пришли к хорошей обеспеченности. Значит, практически на большей части области у нас состояние по влаге значительно лучше, чем в декабре 2020 года. Следующие – это не паровые предшественники. По паровым предшественникам та же самая картина. Но здесь, обратите внимание, появляются еще районы, у которых состояние хуже, чем в 2020 году. Это Кашарский, Советский и Дубовский. То есть обеспеченность влагой для этих районов по паровому предшественнику хуже, чем обеспеченность влагой в декабре 2020 года. То есть, опять же, нам нужно понимать, что мы будем ожидать дальше при тех погодных условиях, которые будут складываться. Будет ли пополнение влаги в той же степени или нет. Еще очень интересная информация, касающаяся распределения влаги. Здесь специально добавила 2020 год, просто как показатель суммы накопления влаги именно в метровой толще и показала распределение. Практически по всем паровым предшественникам декабря 2021 года у нас уже есть полное насыщение почвенно-грунтовой толщи до метра. По непаровым предшественникам, если мы берем север области, у нас есть подвешенная влага. А вот посмотрите, ситуация в северо-западной зоне. Здесь уже значительно больше полей, где есть подвешенная влага. То есть, не вся почвенно-грунтовая толща промочена до метра. А вот ситуация приазовской зоны и ситуация центральной зоны. Особенно обратите внимание на приазовскую зону. Здесь в 2021 году в декабре мы имели полное насыщение практически по всем предшественникам. И у нас в этом году приазовская зона отличается от всех зон именно по обеспеченности влагой. Когда мы уже говорим о южной зоне, здесь уже пестрая картина. И посмотрите на восточную зону. Она существенно отличается от предыдущих именно по накоплению влаги. Восток в этом году был пополнен влагой в меньшей степени, чем все остальные районы Ростовской области. Вот та исходная ситуация, которая у нас на декабрь месяц. В феврале месяце мы поедем на отбор влаги и посмотрим, как же все это изменилось. С учетом тех осадков, которые выпали в виде снега. И, скорее всего, выпадут в виде дождя в феврале месяце. Содержание азота. Здесь ситуация этого года, опять же, по всем районам Ростовской области, именно на тестовых полях. Опять же, говорю о том, что и влага оценивается, и азот оценивается именно на тестовых полях. Но это рекогностировочное определение. Они все-таки дают нам определенную картинку по всей Ростовской области. Вы видите, что в большей части у нас нет промыт азот практически, это на севере. Есть небольшие максимумы, но они действительно небольшие. Тех максимум, которые у нас были в прошлом году, обратите внимание на вот желтую окраску, строк. Этих этого нет в этом году. Нет этого и в Приазовской зоне, нет этого в Центральной зоне, нет этого в Южной зоне. Хотя, если говорить о Восточной зоне, то здесь поведение азота примерно на уровне прошлого года. Вот такие особенности, которые связаны именно с этими двумя показателями. Теперь по поводу состояния зимах. Привела здесь график, который делала в прошлом году, но добавила именно осенью урожая 2022 года. Обратите внимание, 57% раскустившийся, 33% это у нас стадии 3-4 листа, 2-3 листа. И всходы у нас 9%, не зашедших всего полпроцента. Это ситуация на декабрь месяц 2021 года. Казалось бы, мы должны радоваться. Посмотрите, у нас высокий процент раскустившийся. Но давайте вспомним 2020 год. У нас процент раскустившийся был почти под 60%. Но что потом произошло? У нас эти посевы из-за отсутствия влаги стали сбрасывать побеги. И у нас урожайность по хорошо раскустившимся была значительно ниже, чем урожайность по вот этим посевам, которые занимали всего 20%. Это 2-3 листа. Поэтому вот этот показатель на декабрь месяц, он еще ни о чем не говорит. Он наоборот говорит о том, что нам нужно более внимательно отнестись к оценке состояния посевов. И к оценке тех метеорологических условий, которые предстоят в марте месяце. Если задует ветер и будет резкое повышение температур, то та влага, о которой мы сейчас говорим, она улетучивается очень быстро. И особенно на тех посевах, которые хорошо раскустились. Вот процент раскустившихся посевов уже по всем районам Ростовской области. Здесь есть декабрьские определения 2021 года и уже январские определения. 17 января эта информация была собрана в управлениях сельского хозяйства и с помощью наших агрохимиков. Да, есть какая-то нестыковка. Скорее всего, это связано с отчетностью. Там, где уменьшились площади. Что реальный, декабрьский или январский, трудно судить. Но и есть те территории, где процент раскустившихся существенно увеличился. Они отмечены более темным цветом. Скорее всего, все-таки это отчетность. Потому что каких-то особых условий, которые бы давали такому резкому развитию растений в декабре месяц, декабря по январь. Ну, например, вот здесь Донецкий район с 18 до 46 процентов их не было. Скорее всего, что это отчетность. И принимаем, что именно в 2022 году мы реально оценили ту ситуацию, которая связана с состоянием посева. Теперь вот интересные фотографии, которые были сделаны еще в декабре 2021 года. Это Кашарский район Светлый, предшественник Пар, сев конец августа. Здесь у нас более шести раскустившихся побегов. Здесь хорошо развитая листовая поверхность. Даже в некоторых случаях уже есть сбрасывание старых листьев. И это декабрь месяц. Естественно, здесь использовали ретарданты, чтобы погасить развитие этих растений. Но в таком состоянии довольно большие площади именно на севере области. В чем опасность именно этих посевов? Вспомним 2020 год, когда недостаток влаги привел к тому, что растения вот в такой стадии кущения с таким количеством побегов начали их сбрасывать. И основная причина сброса – это был недостаток влаги и загущенность посевов. То есть на это нужно обратить особое внимание и в этом году. То есть эти посевы требуют особенного подхода к себе. В этом же светлом есть посевы, которые были посеяны через месяц. Это начало кущения. Это тоже фотографии декабрьские. Есть посевы, которые были уже посеяны в начале октября. Вот они имели вот такое состояние. И вот интересная подборка, которая была сделана тоже в декабре месяце – это Песченоковский район. В зависимости от сроков сева, состояния посевов. Мы видим, что разница там в 5 дней, она, в общем-то, существенно влияла на развитие. Тем более разница, если мы возьмем октябрьские посевы, то посевы, которые были осуществлены через 10 дней. Если посевы октября, начало октября – это уже начало кущения, то посевы середины октября – это только 3 листа. И вот еще один пример. Это Оксайский район, сев 20 октября. То есть, по сути дела, это только начало развития растений. Посмотрим, проведем наблюдение, что мы увидим при возобновлении вегетации. Все-таки выстраиваем ту же самую схему, которую мы пропагандируем и которая в какой-то степени уже доказана практикой. Что ранневесенняя подкормка, она может быть двойная, померзлоталой и подсыхающей. Я вам говорю, что может быть. Принимаем решение конкретно в зависимости от того, сколько азота, сколько влаги, в каком состоянии растений. Вторая подкормка – или азотная, или азотно-фосфорная в период кущения, конец кущения. Я прошу прощения, а можно это во вторую часть? Нам будет проще монтировать. Вот пока мы поговорим о ситуации на сегодняшний день и что этому предшествовало. А затем алгоритм действий на то, о чем Александра Кореньева сказала. Вот такая ситуация, которая сейчас существует в Ростовской области. – Ольга Юрьевна, а вот по соседним регионам вы, наверное, с коллегами тоже общаетесь. У нас здесь участвуют представители Кубани и Ставрополья. Вот для них картина похожая на нашу, на то, что в Ростовской области? – Наверное, нужно у них спросить. Я не могу вам вот с такой детальностью дать характеристику именно по Краснодарскому краю. Но могу предположить, учитывая, что там немножко мягче условия. И, скорее всего, что доля раскустившихся у вас будет примерно такая же. И состояние посевов будет тоже с хорошим кущением. Может быть, даже и в пределах тех побегов 6-7, может быть, даже и больше. Количество влаги по Краснодарскому краю. Ну вот, отчитывался агрохимический центр Краснодарский. То есть мы отчитываемся по запасам влаги в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. И, в общем-то, величины были в пределах оптимальных. То есть это в пределах 160 миллиметров. Насколько я помню, вот табличку этой отчетности. Поэтому, наверное, все-таки ситуация будет то же самое. У нас будет достаточно влаги, у нас будет промытый азот, и у нас будет определенная дифференциация по состоянию растений в зависимости от того, какие сроки сева были. Я бы так ответила. Ольга Георгиевна, Вы уже говорили в декабре, что площадь под Азимами на юге увеличилась. В Ростовской области. Ну да, сейчас уже почти 2 миллиона 900 тысяч гектар у нас посеяно. Это довольно... Это больше, чем год назад, да? Ну, там в итоге оказалось где-то около этого. Вот я думаю, что и при уточнении, может быть, мы еще что-то получим, какие-то уточненные цифры. Но то, что мы наращиваем площадь азимой пшеницы, это явно просматривается. И мы уже пришли к тому пределу тех возможностей, которые у нас есть. То есть мы должны все-таки ограничивать вот эту тенденцию экстенсивного наращивания площадей азимой пшеницы. Иначе мы все-таки столкнемся с проблемами, которые будут трудно решимы. Именно по предшественникам. Потому что и в прошлом году, и в позапрошлом году показатели по урожайности по предшественнику азимы и по азимы, они были ниже, чем показатели по другим предшественникам. И это нужно учитывать, и это нужно понимать. Все-таки дифференцирование предшественников и более широкий набор предшественников – это тот фактор, который обеспечит получение именно стабильного урожая, высокого урожая. Возможности для получения высокого урожая у нас есть. Мы хорошо сейчас применяем систему питания. Нам сейчас погода помогает с обеспеченностью влагой и с температурным режимом. Ну, я хочу еще что сказать. Те прогнозы, которые сейчас есть по температурному режиму на март, апрель и май месяц, они во многом совпадают с тем температурным режимом, который у нас был в году. То есть у нас будут довольно комфортные условия для развития растений. Именно в осенне-летний период. Это тоже фактор, который во многом благоприятствует применению тех инструментов управления питанием, который у нас более-менее выработался. Мы еще поговорим. Ольга Егорьевна, а что касается других озимых, по РАПСу благоприятная обстановка осени способствовала тому, что, может быть, его площади тоже возросли. Ну, и, может быть, зимующий горох, еще ячмень, пару слов о них. Ну, если честно, я не подготовила эту информацию. Я абсолютно не могу сказать. Поэтому давайте я эту информацию подготовлю в следующий раз. Наверное, нужно спросить у коллег как раз из Краснодара. У нас есть главный агроном из Щербиновского района, из ПК «Полхозная Мередина» Максим Геннадьевич Харченко. Скажите, пожалуйста, у вас в каком состоянии посевы и как вы оцените осень? Значит, посевы у нас в водоотвратительном состоянии. Практически, наверное, 95% площади распустились. У нас ситуация по озимому ячменю, будем так говорить, вот как вы сейчас показывали, он переросший. Посеяли его по полупару, по обороту пласта внесения органики. Был на этом поле в 2020 году под урожай 2021, под пшеницу внесено 23 тонны на гектар птичьего помета. И как бы после действия, вот опять оно сказывается, там поля переросшие тоже, но мы не работали ретендантами. И вот как бы поле 200 гектар, мы за него будем, так говорить, боимся. Мы не знаем, что делать. То ли кормить его, то ли не кормить, оставить как есть. Потому что если брать из расчетов после действия, то азота после навоза, там азота и других элементов, там в принципе достаточно. Вот это я как бы один из моих вопросов был на этот круглый стол. В целом, что сказать по хозяйству. У нас тоже на 19 число северокубанская ленинградская станция у нас проезжала. Брали замеры, делали в метровом слое. Ну цифры практически такие же, как и у вас. Это 170-230 миллиметров. Ну мы с вами соседи, мы, наше хозяйство граничит с Ростовской областью, с Азовским районом. Вот, поэтому как бы географически мы в одинаковых условиях. Коротко, если дадите слово о хозяйстве. У нас в хозяйстве 14 647 гектар. Также в хозяйстве крупно развито животноводство. 12 тысяч это всего КРС. Это крупный рогатый сход. Из этих 12 тысяч, 3 980 это дойное стадо. То есть, как бы, в органике мы обеспечены. Ну, само собой, сдается сразу сюда молоко на сыродел в Староминскую. По 120 тонн ежедневно сдаем. Вот. Помимо всего, у нас на территории хозяйства стоит еще агрокомплексовская птицефабрика. Они нас тоже обеспечивают органикой. Ну, если так, в разрезе, ну, по годам там может вагироваться, но, если брать под урожай 22 года, мы внесли, значит, 172 тысячи тонн навоза. Это КРС и птичьего. Ну, накрыли площадь 3 тысячи гектар. Вот. Значит, 30, ну, 27 тысяч, это было птичьего навоза. Мы около тысячи закрыли, но птичьим навозом мы в основном закрываем под пшеницу. Так, географически расположено, что у нас одна бригада вне животноводческих ферм, и мы на нее перебрасываем, возим по полям, вносим птичьи. И те же бригады, которые рядом расположены с животноводческими фермами, там вносим, ну, КРС. Ну, КРС, если так разделить, у нас в этом году, КРС под пшеницу мы внесли 800 гектар под полупар. Вот. И тысячу где-то 200 гектар под кукурузу внесли. Доза какая? Значит, по пшенице мы кидаем где-то, ну, 40 плюс-минус, а которая под кукурузу, поля с запашкой, это 80-90. Вот. Вот. Опять же, что... А под пшеницу когда срок внесения? А под пшеницу мы, те поля, которые у нас рассчитаны под полупар, мы, ну, убираем, вывозь, да, после уборки. Вот. Запахи, ну, все по классике все делаем. То есть, улучшение стерни, внесение навоза и запашка. Вот. Также у нас в хозяйстве, ну, как я уже сказал, что в хозяйстве животноводческого направления большой упор ведется на кормовые культуры. Если у нас пшеница, это, которая зерновая группа, грубо говоря, из года год может цифры меняться, но это 6 тысяч гектар. Пшеница с миссией с викой или с бобовыми, которые идут на сенаж, это 1300-1500 гектар. Вот. То есть, сами понимаете, насыщенность севоборота злаковыми, как бы, ну, есть определенные риски. Потому что мы под сенаж, мы, чтобы не нашлось в молоке никаких там следов, мы не обрабатываем ни гербицидами, ни инсектицидами. И у этого есть свои риски. Также у нас до 1000 гектар плюс-минус от каждого года валируются многолетние травы. То есть, многолетние травы, в частности, люцерна. И 400 гектар ежегодно тоже плюс-минус валируется. Это мы сеем гороха. То есть, как бы, ну, сказать, как севоборот, он насыщен бобовыми. И плюс к тому еще вносится до 3000 гектар органики. Вот. Поэтому, как бы, есть свои, будем так говорить, плюсы. Вот. Ну, я не знаю. А органика позволяет сократить затраты на минеральные удобрения? Да. Да. Позволяет. Если мы вносим птичий, например, навоз, перед тем, как его внести, мы, ну, там, есть же, где лежат, мы берем, отвозим на, ну, в эту же лабораторию на содержание НПК и других элементов. Они нам дают заключение. То есть, ну, в этом навозе, что привезли, находится там, ну, грубо говоря, там 5 килограмм там в тонне находится азота, ну, может, столько-то фосфора, столько-то калия. И из этих расчетов мы, например, внесли в поле 25 тонн на гектар. То есть, мы с этим же, с этим навозом внесли в пересчете надействующее вещество столько-то азота, столько-то фосфора, столько-то калия. И уже последующую подкормку, если мы, например, ну, в поле мы вносили птичий навоз, оно раскущенное, то с весны мы можем, если, может, даже первую подкормку, которая дает вот этот старт кущению, мы можем ее и не проводить. А это 150-200 в зависимости от сорта, это килограмм на гектар экономия. Во вторую можем, да, там, прикорневую дать, там, 100-150. Мы уже смотрим по состоянию самого поля. Вот. Расчетная урожайность у вас по азимой пшенице? На 140 ДВ мы считаем. А расчетная урожайность какая у вас? Вот на какой план? Плюс-минус 70. 70, ясно. Да, плюс-минус 70, потому что... Семеро Краснодарского края. Значит, у нас результаты 21-го года, я могу зачитать, значит, пшеница 67 и 2, азимый ячмень 66, азимая тротикали 64, яровой ячмень 42, горох 37, вот, подсолнечник 34. У нас, ну, я опять же с вопросами сюда ехал, у нас проблемы по кукурузе на зерно. У нас нету такой урожайности, как на пшенице. Поэтому у меня, если будут у кого, ну, по этому вопросу материал, я бы его услышал. Ну, я хочу добавить к тому, что сказал Максим Геннадьевич, что речь идет о самом крупном сельхозпредприятии Краснодарского края, а о самой крупной животноводческой ферме в Краснодарском крае. Ну, я думаю, что может быть даже и на юге России. Вот такое вот поголовье, дойного стада, 4000 голов и больше сотни тонн молока ежедневно. Это очень круто. Это, по сути дела, они... Ростов-на-Дону один колхоз. Напоить молоком способен ежедневно. А сколько тонн обоза Николая Васильевича? Да. С таким багажом вы разорите Фосага и прочие компании. Константин Сергеевич, из Пивакуна, заместитель главного агронома, агрофирма «Восточная» до Ставропольского края. Расскажите, как у вас состояние на полях? Добрый день еще раз. Да. Наше хозяйство располагается на юго-востоке Ставропольского края. Это вторая почвенная климатическая зона, зона рискованного земледелия. У нас осадка в среднемноголетнее значение 350-420 мм. Но исключением стал прошлый год, когда у нас выпало 500 мм. Это в первую из-за всю строю хозяйства. Подражает 22-го года мы посеяли 8061 гектара зимой пшеницы и 797 гектаров зимого речения. В основном у нас предшественники такие, как черный пар, горчица, горох, ну и многолетние травы для животноводства, которые мы выращиваем. Посевную мы начали очень поздно. При наших оптимальных сроках с 25 сентября по 15 октября мы в 21-м году только смогли 15 октября выйти в поле, сеять. В связи с этим на сегодняшний момент у нас где-то доля распустившихся посевов 40% от этой площади. Все остальное 2-3 листа, начало кущения и даже есть где шильцы. Осень для нас была благоприятная по осадкам. Мы всходы получили практически сразу, но из-за того, что среднесуточные температуры упали, мы кущения не смогли получить на всех полях. Почему так затянули со сроками? Осадки. Осадки, да, мы ждали. Осадков не ждали, осадки нас задерживали. Осадки как раз таки были в достаточном. Да, да, да. Конечно, заслуживали, но не ждали. Понятно. До госта, потом госта, как всегда. Да, да, да. Но рапс вы не сеяли, да? Нет, рапс мы не посеяли и пожалели потом, что не посеяли. Надо было посеять. У нас вообще наш район, он к рапсу, у нас Буденновский район рядом, еще хуже условия по влаге. Но они в этом году насеяли, все уже довольны, да, ценой нынешний на рапс и ждут хорошей рентабельности по этой культуре. Но мы, к большому сожалению, мы сейчас делаем ставку на горчицу, на масличный лен, будем пробовать чечевицу, в этом году будем впервые сеять, 190 гектаров. То есть уходим, стараемся уходить от чистых паров, но все равно долю где-то 30% мы сохраняем от общей площади пашни. Что мы уже наступали на эти грабли, когда мы практически отказывались от паров, площадь посевная под зерновыми увеличивалась, а воловка уменьшалась по сравнению с предыдущими годами, когда мы работали с парами. Поэтому такая проблема, и мы с 2020 года вернули назад чистый пар, все в оборот, в большом количестве. Действительно есть зоны, где эта проблема, она не уйдет никогда, именно с накоплением осадков за счет порующих полей. И при Азовской зоне у нас, Ростовской области, в Южной зоне, можно уйти от паров и заменить другими предшественниками. Когда мы говорим о Востоке, то, к сожалению, здесь нужно очень осторожно подходить и, наверное, следить за изменением погодных условий. Все-таки, если будет нарастать количество, общее количество осадков, и эта тенденция будет сохраняться для этой зоны, тогда да, процент паров можно уменьшать. Но если ситуация будет стабильная, такая, как была всегда, то отказываться от паров практически нельзя. Казатель Сергеевич, а вот многие хозяйства в этом году сэкономили на удобрениях при серии озимых. Вы не уменьшали дозу? К большому сожалению, уменьшили мы дозу. Мы рассчитывали на 50 центнеров с гектара по парам у нас расчетная, вот эта уроженность берется. И при том содержание подвижного фосфора в наших почвах, оно составляет где-то 16 миллиграмм на килограмм, и самое максимальное 25 миллиграмм на килограмм почвы. То есть у нас дозы в физическом весе, средние по агрохимным расчетам, были 120 килограмм. От 120 до 150 на некоторых полях. Но к большому сожалению, с той ценой на фосфорные удобрения, и наши экономисты посчитали себестоимость, которая нам потом еще выльется, мы внесли всего лишь 50 килограмм фосфорных удобрений. Это в физическом весе. Ну, как стартовое, как стартовое, этого было достаточно. Вот дальше, конечно... Да, сейчас вот, к большому сожалению, я не могу сказать по запасам продуктивной влаги. Буквально вчера у нас была агрохимическая служба, отбирали на нитратные зуты, на содержание продуктивной влаги. Вот пока что данных нет, вот ждем, должны быть эти данные. И, конечно, уже стратегию выстраиваем, вот как Ольга Георгиевна показала, в табличке по подкормкам, на азотно-фосфорные подкормки. Будем смотреть по полям, по развитию, по состоянию зимы, и уже принимать какие-то решения, индивидуально. Владимир Вячеславович, Руб Коротков у нас присутствует, это директор компании «Оазис». Я знаю, что вы проводили обследование, спасибо, вы замеряли, наверное, сахаров. Да, мы начали выезжать, но, к сожалению, мы-то выезжаем, у агрономов многих еще выходные, еще не всех мы можем застать. Но кого застали, мы смотрели сахара, сахара в растении. И в прошлом году начали ранние подкормки, азотные. И мы наблюдали гибель растений в связи с этим. То есть сахар был на низком уровне, где-то 4-5 брикс. После выхода из зимы должно быть хотя бы 15-17 брикс. Тогда сок концентрированный, и растение не боится возвратных заморозков. Вот в прошлом году был ворозатый заморозок, и мы наблюдали гибель из-за этого. Вот сейчас мы тоже еще более внимания сконцентрировали. Мы больше хотим получить данных от зависимости сахаров, концентрации сахаров на перезимовку. Но сейчас растения в прекрасном состоянии, конечно, от прошлого года отличаются. Но такой сельхозбизнес очень нестабильный. Все может, как вот Ольга Георгина сказала, растение было красивое, мощное. А оно в итоге результат дало ниже, чем слабое и дохленькое. То есть мы свою работу делаем. Вот по поводу повышения сахаров есть инструменты. Вот сейчас не Клиновский район, Мясниковский район, а 3-5 брикс. Совсем мало. Совсем низкий уровень запасов сахара. Если будет заморозок и ранние подкормки, то тоже можно наблюдать гибель, как мне кажется. Мы провели несколько опытов с разными продуктами. И у нас в коллекции есть продукт фосфит калия. Он очень здорово поднял с 9 единиц на опытном участке до 21 за 5 дней. То есть достаточно оперативно можно сконцентрировать клеточный сок в растении. После этого исследования побочные действия развития корневой системы. То есть фосфит свою работу сделал. Корневая система очень здорово развелась. Еще хочу сказать несколько слов про микроэлементы. Вот уже 12-й год мы реализуем микроэлементы. И так можно сказать, на две группы, грубо говоря, разбились мнения. Одни говорят, что без микроэлементов нельзя сейчас. Нищие почвы все-таки нужно компенсировать. А другие говорят, что мертвого припарка или соль для шашлыка, вот это микроэлементы. И мы начали такое расследование. Я в прошлом работал в органах. Видимо, у меня немножко осталось следствие такое. Почему? Что влияет? И мы остановились на воде. Вода. Пиашь воды очень высокий, особенно с пестицидами. Вода жесткая. И вода многих из речки. Она непрозрачная. Вот эти три фактора очень влияют на пестициды, на микроэлементы, на стимуляторы. Вода должна быть мягкой. Ее нужно готовить. Пиашь должна быть нейтральной. И по возможности вода должна быть прозрачной. Вот при такой воде гораздо, гораздо эффективнее работают и пестициды, и стимуляторы, и аминокислоты, и микроэлементы. И даже в одной деревне два фермера. Один говорит, что не работает совсем. Но, скорее всего, люди Земли, они интуитивно чувствуют. Вряд ли есть время и возможность разбираться так глубоко, как мы себе можем это позволить. Потому что у вас и психологи, и химики, и физики, агрономы, это много чему в институте не обучают, какие задачи, цели сейчас на плечах у вас. Но мы провели следственный эксперимент, так скажем, и из трудов ученых собрали такое микроскопическое исследование микроэлементов на поверхности листа. Может, я туда к экрану встану, да, всем немножко. Вот здесь микроэлементы, а здесь это лист азимой пшеницы. Видно вообще-то? Да. Да, вот с правой стороны лист азимой пшеницы. Сейчас я перескочил с воды на микроэлементы. Сейчас я вот пиаш, да, про пиаш двух слов скажу. Пиаш должен быть нейтральный. Если кислая и щелочная, то многие микроэлементы не будут усваиваться. Жень, через одного, может, сколько у нас осталось? И второй показатель – время усвоения этих самых микроэлементов на лист. То есть лист, например, азот усваивает за час, уже принимает его. Магний за пять часов, калий за десять часов, цинк в течение дня, фосфор два дня, калий четыре дня, железо, молебден. Более десяти дней требуется листу, чтобы усвоить эти элементы. Вот тоже можно. И мы провели сравнение микроэлементов сегодня на рынке. Что происходит? Вот в этой лаборатории мы дали порядка десяти микроэлементов на исследование. Вот, значит, они сделали физраствор и нанесли. Вот видно, что микроэлементы без прилипателя, без растекателя. Без подкислителя воды, без подготовки воды, скукоженные такие. И они, видя, знаете, как располагаются, если в разрезе смотреть, вот эта соль, растворенная в воде, ложится на лист и соприкасается только несколькими, вот где она соприкасается с листом, там и идет питание. А через сутки лист очищается. Он все-таки в поле гнется, да, и есть у него свойство такое, ну, умываться, можно так сказать. И утренняя роса все, что не свойственно, отвергает. Ну вот, на рынке появился одно из удобрений, которое включает в себя и подкислитель, и умягчитель, и растекатель, и прилипатель. Вот, называется NutriVant. Вот оно, видите, как держится, растекается. Если приблизить, то же я оставлю, если смотрите потом. Вот. А вот сделали цветные снимки в разрезе листа. Нанесли это удобрение, и в срезе удалось посмотреть очень внимательно. Видите, как, это микроэлементы, скажем так, не в подготовленной воде и без прилипателей, растекателей. А это вот таким образом выглядит очень плотно ложится. Плотно ложится, и целый месяц кормит это растение. Целый месяц. Потихоньку, потихоньку, он никуда не девается. Ни ветер, ни дождь, ни осадки, ни изгибания листа не смогут снять. Вот. Как же самое очищено. Вот сейчас здесь видно, здесь между листом и солями пространство. Вот, когда лист изогнется, эти микроэлементы, как стекло, лопаются и отваливаются. В этом продукте уже есть добавки, которые удерживаются на листе. Вот это такое, прям полгода мы занимались этим расследованием. Каждый может работать со своими поставщиками. Тоже можете проверить, как это удобрение ложится на лист. Ну вот, если в двух словах, я... Плохо, что нам придется микроскоп покупать, как в нашей сказке, чтобы увидеть. Он очень дорогой, он больше 15 миллионов. Мы попробовали и проверили, но микроскоп дорогой, и обойдемся. А вот скажите, вы говорили о правильной воде. Есть ли... Сейчас это модная такая тема, и многие об этом говорят, и о том, что можно сэкономить средства защиты, если получить хорошую воду, близкую к дождевой. Но возникает вопрос, а куда девать отходы? Вот у вас есть ответ на этот вопрос? Потому что обычно, когда об этом говорят, то представители химических кем говорят, мы обратимся в Росприроднадзор и вас накажут. Что скажете, Владимир Владимирович? Обратный осмос – это дорогостоящая история, энергозатратная, там обслуживание, скоростя, мощности, очень много воды нужно на обработку. Не подходит для сельского хозяйства, очень удорожание. По-моему, РЗАГР они разрабатывали, по-моему, или приобрели, или вот где-то собирались приобрести, но ценник был даже для этого богатой организации очень высокий. Мы работаем с евреями, с Израилем, и у них соль, да, Мертвое море, у них одни соли и пустыни. И эти ребята очень давно столкнулись с проблемой воды. Поэтому из лакмусовой бумажки очень элементарно перед обработкой, перед любой листовой обработкой мы в течение минуты проверяем качество воды. Здесь качественные такие карбонатные и пиаш лакмусовые бумажки. Очень точно, у нас очень много их было, вот эти прям верные. Вот пиаш воды из-под крана 8 единиц, восьмерка. А у вас есть же вот бумажки при восьмерке, какие элементы, про какие элементы нам забыть? Про цинк, про медь, про бор, про марганец, про железо. Фосфор практически можно забыть. Фосфор, да, совершенно верно. Какая разница, дорогое удобрение или дешевое? Эти элементы усваиваться растением будут в меньшей степени. А еще есть такое понятие антагонисты и синергисты. То есть удобрение разрабатывается фабриками с учетом потребности растения, а половина микроэлементов усваиваться не будет. То есть еще и будет дисбаланс внутри самого растения. Он не получает то, что мы даем, получает то, что оно может взять. И что здесь с карбонатами? Здесь, ну, 215 миллиграмм на литр. То есть рекомендуют для листовых обработок 70 миллиграмм. То есть очень жесткая вода. Так это городская, из-под крана очищенная, а с речки вообще хорошая? Еще лучше, да. Еще лучше. Мне даже стирать не рекомендуются. Ну, есть что есть. Нет, с речки, да, скважины, с речки еще под вопросом. А вот и скважины. Намного мягче, намного лучше со скважинами. Со скважинами. С глубины 120-110 метров. Вот у нас такая как бы... А, ну, это артизианская. А я имею в виду вот эти грунтовые. У меня двоюродный брат работал, значит, он закончил на Черкасский политех, работал на нашей электростанции, там, Черкасская. Он работал заведующим химлабораторией. То есть они целиком полностью на реакторе подготавливали воду. Очистка воды была в его объединении. Ну, и, короче, у него там все реактивы, постоянно с собой, человек такой чуть-чуть помешан на этом деле. Сейчас работает в Москве, у тебя теплотехники забрали, у вас на Черкасска. Ну, он ставил при мне такие опыты. Абсолютно чистая вода не проводит электрический ток. Он как бы берет вот электрод, бьет этот палец, рук током не бьется. Дистиллированная, да. Ну, и когда приезжал гость, я говорю, мы скважину пробили, ну, ввести в лабораторию, там, не знаю, там, надо в садбитемстанцию, чтобы анализ воды сделали. Ну, думаю, я все с собой. Говорит, вот бутылка воды наша, на Черкасская, набирала, вымыватель в машину доливаю. Сейчас мы сравним нашу воду на Черкасску и вашу вот со скважины. Наша оказалась мягче, чище. И была PH нейтральной практически там около 7, по-моему, показала. Если с речки, там, за 10, наверное, там, за 12. А Новочеркасская городская, она была намного более соленая. То есть та питьевая вода, которую, значит... Донская. Донская, которая, значит, у нас разносится по водопроводам, город Новочеркасска, она хуже, чем у нас со скважиной. Но я хочу сказать, до этого мы пробивали скважину 20 метров, и мы так не делали анализы, на зале фермерса начали пользоваться радиаторами на тракторах МТЗ, за два года загнили все вообще-то, она была очень соленая. А сейчас, как бы, вот, ну, пришло другое понимание, пробили другую скважину, как бы поставили насос, и не нужно никакого осмоса, вообще ничего не нужно. Все прекрасно работает. Мы проехали от Краснодарского края до Владивостока, несколько сотен таких опытов, тестов провели. Действительно, есть редкие месторождения воды, где пиаж прям нейтральный и мягкий, но это редкий, это прям я по пальцам. Пиаж воды – это вообще не проблема. Добавить немножко кислого, сульфат аммония, очень кислого, буквально там килограмм-два на гектар, а посчитать на воду, там, на 150-180 литров воды, и все проблемы с пиажем, все снимаются, это дело одно. Второе – вы получаете чуть-чуть гомеопатические дозы азота и серы, которые тоже, в принципе, растению пойдут только во благо. И все эти вопросы, как бы, проблемы, она надумана на самом деле. Нет никакой проблемы. Проблемы нет. Можно любой кислотой, там, щавельной, яблочной, любой, лимонной кислотой. Ну, то, что мы применяем, мы покупаем в большом количестве, есть они эти, значит, все в любом, каждом хозяйстве, сульфат аммония на любой химической базе, поехал, купил его. Самый дешевый, самый такой бюджетный, порошковый, кристаллический, там, отходы этого металлопроизводства, пожалуйста, там, килограмм-два на гектар на 150-200 литров воды, вода совсем другой пиаж, она будет возле шестерочки, шести с половиной. Правильно вы говорите. Но жёсткость воды, она будет ещё сложнее. И те отходы производства, которые попадают в воду и к реактивам, они тоже внесут свою лепту на предмет взаимодействия, на реакцию с дорогостоящими пестицидами. То есть мягче вода от этого не становится. Ну, если у вас есть какие-то решения, мы давайте вместе исследуем. Если сейчас не продаю, я ищу. Я, Ольга Гёрна, часто прихожу с вопросами, чем… Вот сейчас я просто демонстрирую. Это… Саш, как он называется? Это бифосфат, пентаводород, калия, кислая соль, калия и фосфорная кислота. Вот этот продукт так называется. Это не химик, он химик. На одну молекулу этого продукта содержит в себе пять атомов водорода. То есть при растворении води высвобождается в чистом виде из одной молекулы вещества пять атомов водорода. Соответственно, вы сейчас убедитесь, Владимир Владимирович продемонстрирует, насколько… Сузырьки пойдут. …подкисляют. Нет, просто у вас будет другая плаша. Мы сейчас сделаем эту воду просто мягкой, и евреи-то уже десятилетиями применяют. На самом деле, самый интересный вопрос. Это растворённую соль в воде. Как вы правили, что мы сталкивались лет пять назад в Азовском районе, гречки на ферме, пробил две скважины. Одна – сто, другая – сто пятьдесят метров, на рожаемую кукурузу. Сдав воду на анализ, ему сказали, что вода непригодна ни к чему. Он нас попросил, мы от из Глиново-Черкасска, что-то проблемы милирации. Направили анализ, паш, причём бывает что-то около 7,5-7,8. Но концентрация, я не ошибаюсь, кальция и калибра такое количество, что спросили, как это устранить. Он сказал, нам просят воду возить камазами откуда-то с другого места. Ну, солёная вода, но если, допустим, паш, нормальной солей нет, если так брать, как бы тогда заобразится городская вода, или вот ростовская, она хуже, чем со скважиной. Ну, как бы, куда лучше сказать. Жёсткость воды определяется именно кальциевыми солями, или карбонат кальция, или соль. Карбонатные соли, да. В первую очередь карбонатные, и они определяют жёсткость воды. Они определяют жёсткость воды. Вот с ними бороться очень сложно. Вот с ними борется именно осмосом, чтобы удалить эти соли. И благоприятная вода, это пресная вода, это до 1 грамма на литр. Всё, что выше 1 грамма на литр, концентрация соли, это вода непригодная. Ни для рушения, ни для питья. Петевая вода до 1 грамма на литр. И для растворения тоже. Владимир Владимирович, ну как-то мягкость изменилась. Ну, я, видимо, немножко переборщил, и кальций-СО3 стал 0. Вот, красного цвета. Кальций-СО3 0. Да. А был? Монатная жёсткость при счёте на кальций-СО3. Ну, да, я понимаю. Но хорошо, вот вы химик физически. Куда этот кальций ушёл? Он же никуда... Он перешёл гидрофасфалдр. При растворении в воде образуются ионовые водороды, которые, соответственно, взаимодействуют с солярной жёсткостью. То есть у нас не карбонатная кальция, а всё понятно. Всё понятно. Также и гидрокарбонатный магний. Хорошо, стабильность этой системы. Сколько он будет стабилен? Ведь, по сути дела, может... Соответственно, при взаимодействии, да, гидрокарбонат из ионового водорода высвобождается углекислый газ в газообразном виде, который улетучивается. Безвозвратно. Образовавшиеся при этом гидрофосфаты, они стабильны в течение... Но мы проводили опыт, где-то до суток реакция среды не меняется. Но, как известно, все сельхозрастворы для опыскивания рекомендуются в свежеприготовленном виде применять. Поэтому эти сутки более чем достаточно для того, чтобы... Понятно. Ну, один из приёмов. Один из дешёвых приёмов. Сколько же обходится этот приём? В зависимости от воды и пестицидов, которые в воде. Где-то от 10 до 20 рублей на гектар. Это приём. Плюс фосфор на калинь и добрень. Но... Но это не фосфор на калинь, это не удобрень. Это, да, трудно это назвать. В общем, воду мы точно подготовим, такую, как нужно. Вот, ну, продукт дефицитный. Сейчас, вообще-то, рынок очень дефицитный с этого года стал, он и до этого был. У нас всего лишь Израиль 200 тонн в год на Российскую Федерацию квоту даёт. Поэтому его точно заранее немножко выписываю. Спасибо вам большое за выступление. Ну, раз уж вы говорили о пестицидах, я думаю, пора передать слово Шмелеве Наталье Александровне. Здравствуйте. Я первый раз принимаю участие в вашем мероприятии. Очень познавательное. Ну, я бы хотела рассказать вам о деятельности нашей организации. Деятельность наша направлена, в основном, на мониторинг и организацию защиты растений. Специалисты филиала ежегодно проводят фитосанитарное обследование сельскохозяйственных угодий, определение сортовых и посевных качеств семян, фитопатологическую экспертизу посевного и посадочного материала. Это даёт сельхозтоваропроизводителям информацию, необходимую для планирования мероприятий по защите растений от вредных организмов, позволяет повышать урожайность, качество продукции, экономить денежные средства, поддерживать плодородие, почвы. Наши специалисты дают рекомендации по протравливанию семенного материала, обработке посевов, обеспечивают эффективными современными средствами защиты растений, в том числе биологическими. Мы очень заинтересованы в применении биологических средств защиты растений, и биофундицидов, и внесению энтомофагов. Вот в последнее время мы уделяем этому очень большое внимание. Но мы рекомендуем начинать защиту посевов ещё на стадии проверки семенного материала, с определением заражённости его болезнями. Выдаём рекомендации по протравливанию на основе полученных результатов. Если содержание спор возбудителей болезней на семенах превышает порох ЭПВ, мы рекомендуем обработку семян химическими фунгицидами с добавлением биологических фунгицидов и органоминерального удобрения на основе фульвовых и гуминовых кислот для снижения пестицидного стресса растений. При низкой степени заражённости рекомендуем обработку биологическими фунгицидами с органоминеральным удобрением. Если прогнозируется большая вредоносность почвообитающих вредителей из лаковых мух на посевах, рекомендуем обработку семян препаратами инсектицидного или инсектофунгицидного действия. Проводим опыты мы у себя в районах с применением вот этой многокомпонентной протравки, с применением биологических протравителей на основе сенной палочки. Вот наиболее активный Октябрьский район у нас участвует в этой деятельности. По заражённости семян. При Севе в 2021 году можно сказать, что заражённость была выше по сравнению с 2020 годом. Наибольшую долю в общей заражённости имел альтернариоз в 2021 году 24%, фузариоз 3%, гельминтоспариоз 2%. Все семена перед посевом протравливаются. По оперативным данным районов из всех посеянных площадей озимых зерновых культур, а это 2 млн 924 тыс. гектар, взошло 2 млн 900 тыс. гектар или 99,5%, из которых в хорошем и удовлетворительном состоянии 2 млн 832 тыс. гектар или 97,3%, в плохом 78,3 тыс. гектар или 2,7%, не взошло 13 300 гектар или 0,5%. Как сказала Ольга Георгиевна, в фазе кущения уже где-то около 57-58% в площади взошедших посевов. По озимой пшенице, если говорить по культурам, по озимой пшенице от общей площади 2 млн 832 тыс. гектара в удовлетворительном состоянии 61%, ой, извините, в хорошем состоянии 61%, в удовлетворительном 36%, в плохом состоянии 3%. Озимый ячмень, общая площадь 29,8 тыс. гектар, в хорошем состоянии 58%, в удовлетворительном 38%, в плохом 4%. Озимая рожь, общая площадь 1000 гектар, в хорошем 60%, в удовлетворительном 40%. Тритикалия зимая, общая площадь 7,3 тыс. гектар, в хорошем 57%, в удовлетворительном 39%, в плохом 4%. Раб с озимой, общая площадь 22,9 тыс. гектар, в хорошем 45%, в удовлетворительном 44%, в плохом 11%. И озимый рыжик, общая площадь 6 тыс. гектар, в хорошем состоянии 45%, в удовлетворительном 45%, в плохом 10%. Да, Александровна, а распространение каких-то болезней или вредителей с осенью наблюдалось? Оценивает Вашу площадь? Да, мы оцениваем, ну вот по всходам, я еще скажу пару слов по всходам, значит, по нашему мониторингу. Всходов нет на отдельных полях в Егорлыкском, Заветинском, Семикаракорском и Тарасовском районах. Поврежденные и разреженные посевы наблюдаются на ряде полей Тацинского, Милютинского, Советского, Куйбышевска, Дубовского, Верхнедонского и Шолоховского района. Существенное ухудшение состояния посевов озимых зерновых происходит по причине чередования оттепелей и похолоданий зимой, и также возвратных заморозков, чтобы мы мониторим это состояние. Зимний мониторинг посевов озимых зерновых культур показал, что в настоящее время признаки заражения мучнистой росой и септериозом наблюдаются на полях с хорошо раскустившимися растениями. Весной ожидается усиление развития возбудителей инфекционных заболеваний при установлении теплой погоды и влажности. При развитии мучнистой росы и септериоза уменьшается урожай, происходит недобор урожая. Также возможно, мы прогнозируем возможное проявление корневых гнилей, которые еще до начала появления всходов оказывают отмирание отростков в почве, что в дальнейшем тоже приводит к гибели урожая, потере урожая. С нарастанием температур мы продолжаем весенний мониторинг, где мы уже занимаемся вплотную болезнями, потому что сейчас практически везде был снег, очень тяжело было смотреть. Ну и наряду с болезнями в зимний мониторинг наш входит и обследование по вредителям, по мышевидным грызунам, которые тоже наносят большой вред зимому полю. В этом году по состоянию на 1 февраля при проведении зимнего этапа мониторинга мышевидных грызунов в области обследовано 98 тысяч гектар, заселено 6 тысяч гектар, наиболее заселены Ремонтненский, Дубовский, Зимовниковский, Когольницкий, Каменский, Куйбышевский районы, но порог экономической вредоносности не превышен. Средне взвешенная численность 15 жилых нор на гектар, а по экономическому порогу вредоносности зимой у нас 30 жилых нор на гектар, но там уже проведены обработки на всей этой площади 6 тысяч гектар. Также с наступлением повышения температуры мы прогнозируем размножение мышевидных грызунов, также мы ведем эти наблюдения. Рекомендуем проводить родинтицидные обработки, чередовать инсектицид, родинтицидные обработки. И мы уже с 2014 года занимаемся исследованиями по биологическим родинтицидным препаратам, таких как бактероденцид, который очень себя хорошо зарекомендовал. Это приманка на основе бактерии сальмонеллы, действует при температуре от 0 до плюс 10 градусов. Мы рекомендуем хозяйствам применять ее. В этом году мы еще как-то в стадии ремиссии, да? Да, в прошлом году, да. В прошлом году после Нового года погодные условия позволили снизить. А году мы в стадии ремиссии, да? Да, позволили снизить. Но и агрономы в хозяйствах стали уделять внимание этой проблеме и стали работать с опережением. Поэтому вот мы пришли сейчас к такому результату. Но все равно нужно наблюдать, потому что возможно размножение. Наталья Александровна, а можно вопрос? А по клещу как обстановка? Ну вот погода такая еще. Мы еще по клещу не смотрели. Не смотрели. Да, и рекомендации по обработкам. Есть, хорошо. Именно по клещу. Именно по клещу. Потому что, как я помню, именно акарицидов нет, чтобы не были зарегистрированы. Я вам сейчас по препаратам не скажу, но мы выпустим информационный листок, проведем обследование, выпустим информационный листок и доведем до сведения сельхозтоваропроизводителя ситуацию и порекомендуем препараты, обработки. Самый дешевый вариант 400 грамм аналога каратезион. Прекрасно берет, отлично работает. Самый дешевый бюджетный вариант. Ну это все равно не акарицидов, понятно, он берет, но он не... Вам надо что, эффект, шашлычки или ехать? Конечно, конечно. Вот период, отлично работает, самый дешевый вариант. Лямбда цигалатин обойдется там в бюджетном. Да, возьмем что-нибудь другое демита, там тысяча, полторы уже совсем другие. Да, демита, да. Сейчас цены уже гораздо больше. Да, поэтому... Каратезион, да. Там аналоги карате есть, которые... Я вам говорю, аналоги берите, китайский, прекрасно работает. Двойная доза 400 грамм и забудете за клещей. Протравка его не берет, ничего не держит. Протравка его не берет, да. Но интересный закономерный факт, в одном поле много хозяев, допустим, вот ребят, был клещ, они его не травили, да? Мы на самом участке протравили и опять посели пшеницу по пшенице. У нас наследующих клеща нет, тут участок к нам добавляется, мы его обработали, протравили, одинаковые семена, одинаковое, все на том участке опять клещ, но нашим нет. Буквально поле там, вот 50 гектаров было пополам разделено. И вот пришлось отрабатывать именно тот участок, который добавился. А здесь, где он был уже отработанный, его нет, хотя там ветер, паутинки, летит, разносится, но нет. А сроки обработки какие? Сроки отработки? Обработки. О, работали мы в ноябре в этом году. В ноябре работали в этом году и... По мере появления вредителя. Он пятнами пошел, Олег Горьевна. Приезжаю, вот вечером, там, после шести солнышка за лесополосу, лазишь на четверниках нету. Прошел метров 300, опустился, вот он и много. Там есть, тут нету. Как его работать, непонятно. В центре есть, на краях нету. Заходим и работаем все поле, потому что невозможно. А дождаться этих желтых пятен, потом, когда пшеница уже получила по голове, ну, это не хотелось бы. Поэтому намного дешевле отработать сразу все. Ну, Артухин говорит, что смеется в себя, когда кто-то ищет закономерности по клещам. Предшественники, там, все его обороты, он смеется тихо, потому что говорит, клещет этот конкретный, который вредит, это аборигенный вид. У него есть свои ареалы, где он постоянно находится. И, как правило, мы у себя в хозяйстве отметили, что там, такой вот мы находим клеща, он практически там всегда и бывает. А там, где ареал его нету, его и нету. Хотя мы связываем с какими-то там действиями. На самом деле, здесь нужно изучать локации. Хотя, казалось бы, вот была пшеница, был клещ, 7,5 пшеница в пшенице. Он должен быть там опять же, он же там был. Рядом, залезла полоса, наша клетка после подсолнечника. Вот на подсолнечнике есть клещ, а пшеница в пшенице нету. На другом поле, наоборот, как бы, вообще никакой закономерности. Я согласен с Евгением. И тут, как бы, даже на четвереньках все облезешь, и не поймешь, где он и чего он, как бы. Ну, это, в принципе, нереально. Коллеги, опять-таки, троиды разве достаточно для клеща? У него же продолжительность деятельности все равно ниже, чем у сорганики. Зачем он? Вы убрали его и все, его нету. То есть клещу там достаточно? Ну, он же там регенерация, он же как бы сам себя же размножает. Вы убрали папу с мамой детишек его. Ну, у него по цикалатрин, у него, если в такой дозе работать, у него все... Две недели минимум, да. Ну, дней 10, Сергей. Ну, этого никто не знает, никто не замерял. Потому что у кого не спрашиваешь, у кого исследования проводят даже... Ну, дней 5 они в такой дозе гарантируют, что клещ будет себя плохо чувствовать. А как на самом деле, это только вам поверят.